Будь ко мне грешным. Смерть и смерть поправ. Присущим в гробе живут дарома. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и вовеки, и вовеки, и вовеки. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, владыка, прости беззакония наши. Святей, посети сели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава от Своей Сынной Святому Духу и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царство Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хреб наш, насущный, подаваем на каждый день. И прости нам грехи наши, каковы, прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от рукава. Твоей царство и силы славы во веки веков. Аминь. Восстав после сна, мы припадаем к стопам Твоим благо и ангельскую песню. Слушаем Тебя сильно. Свят, свят, свят ты, Боже. Молитвами, Боже, Родицы, помилуй нас. Слава от Сынной Святому Духу. Спаси меня от сна, Ты поднял меня, Господи. О, мой просвети, и сердце, и открою ста мои, чтобы воспевать Тебя, Святая Родица. Свят, свят, свят ты, Боже. Молитвами, Боже, Родицы, помилуй нас. И ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Внезапно полет с идея, и деяния каждого обнаружатся. Со страхом воспитания, помощь. Свят, свят, свят ты, Боже. Молитвами, Боже, Родицы, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава от Сына и Святому Духу. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Восстав после сна, благодарю тебя, Святая Троица. Что, по великой Твоей милости и долготерпению, Ты, Боже, не прогнился на меня, ленивый и грешный. И не прекратил жизнь моей среди беззаконий моей. Но оказал мне обычный этого человека, люди, и поднял меня, Спящего, чтобы принести тебе утренную молитву и прославить Могущество Твоем. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне получаться Слово Твоем, Уразумевать заповеди Твои, исполнять волю Твою. И открою встаные, чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце. И воспевать святейшее имя Твое, Отца и Сына, и Святого Духа, Ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся к Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и приподем ко Христу, Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и приподем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. Из глубины взываю в Тебе, Господи. Господи, услышь голос мой, да будут уши Твои внимательны к голосу молений моих. Если ты, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто стоит? У Тебя прощение, да благоговеет пред Тобой. Надеюсь на Господа, надеюсь на Душа моя, на Слово Его уповарю. Душа моя ожидает до Господа более нежели стража утра. Более нежели стража утра. Да уповарь и врая на Господа. Ибо у Господа милость, и многое у Него избавление. И Он избавит Израиля от всех беззаконий Его. Господи, не надлевалось сердце мое, и не возносились очи мои. И я не входил в великое и для меня недосягаемое. Не смирял ли я и не успокаивал ли души моей, как дитя, как дитя, отнятого от груди, матерь. Душа моя была во мне, как дитя, отнятого от груди. Да уповарь и израиля на Господа от ними и вовек. Вспомни, Господи, Давида и все сокрушения его. Как он плялся Господу, давал обед сильному Иакову. Не войду в шатер дома моего, не взойду на ложе мою, не дам сна очам моим и вежда моим древания. До кори не найду места Господу в жилище сильному Иакову. И вот мы слышали о нем в Ефрафе. Нашли его на полях Иорима. Пойдем к жилищу его. Поклонимся под ножи и ног его. Стань, Господи, на место покоя твоего. Ты и ковчег могущества твоего. Священники твои облекутся правдой, и святые твои воздравлются. Ради Давида, раба твоего, не отрати венца, помазанника твоего. Плялся Господь Давиду в истине и не отречется ее. От плода чрева твоего посажу на престоле твое. Если сыновья твои будут сохранять завет мой и откровения мои, которым я вам чую, то и их сыновья вовеки будут сидеть на престоле твоем. Ибо избрал Господь Сион и возживал его в жилище себе. Этот покой мой навеки здесь вселюсь, ибо я вас желал его, пищу его благословью, нищих его насыщу хлебом, священников его облеку вас спасением, и святые его радостью возрадуются. Там, возвращу, враг Давиду поставлю святину, помазанник моему. Урагов его облеку следом, и на нем будет стоять венец его. Как хорошо! И как приятно жить братьям вместе! Это как драгоценный лей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его. Как роса Ермонская, спалящая на горы Силонские. Ибо там заповедовал Господь благословение и жизнь навеки. Благословите, имени Господа, все рабы Господни, стоящие в доме Господнем, во дворах дома Бога нашего. Во время ночи воздвигите руки наши к святилищу и благословите Господа. Благословит тебя Господь Сиона, сотворивший небо и землю. Слава, Отцу и Сыну и Святому Духу! И именем всегда и великий вечный мир. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Слава тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Слава тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Слава тебе, Боже! Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго как Того. Избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне не потерпаться осуждения, открыть мне достойные уста, и расхвалить Святое имя Твое, Овса и Сына и Святого Духа. Ныне всегда и вовите веков. Слава после сна, я последние ночи приношу Тебе песни, спаси, и попадая к стопам Твоим, называю Тебе. Не дай мне уснуть в греховной смерти, но сжалься надо мной, надовольно распявшись. Скоро подними меня беспечно лежащего, и спаси меня стоящего под Тобой на молитве. И после сна ночного пошли мне ясный безгрешный день Христе Божий. И спаси меня, Владыка Человеколюбший, встав после сна, я спешу к Тебе. И по милосердию принимаю злоугодные Тебе дела. Молюсь Тебе, помоги мне во всякое время во всяком деле, избавь меня от всяких мужских злых дел и от дьявольского действия. И спаси меня, и венисца, Стопа и Вечная. И вот Ты мой Твой вес всякого блага, источника подателем, Тебя вся моя надежда и Тебя прославляет и Тебя всегда и веки вечная. Аминь. Господи, сохранивший по обидности и благости великому Своему милосердию и обладающему в прошедшее время этой ночи, прозвившийся для нападения дьявола, Тебя самая владыка всего мира, удостойный при свете Твоей истины и посвященным сердцем исполняет Твою и Твою. Минием всегда и в однике веков. Аминь. Господи, вседержитель Божия, сил, беспотных и всяких портимов, сотых и бесных живущих, озирающих доли земные и наблюдающих сердца и помыслов, и ясно ведущие тайны человеческие. Безначально и безначально и вечных святых которые не имеют изменений в силе и не уставляют затемненного места на своем купе. Ты сам, бессмертный сарк, прими моления наше, которое мы в настоящее время, надеясь на обилие сострадания, для него приносим безлических уст и прости на прегрешение наше, совершенное нами делом, словом и мыслью, сознательно и несознательно и очистенно от всякой нечистоты плоди и духа и дай нам с бодрствующим сердцем и трезвенную мысль прожить всю ночь здешней жизни в ожидании наступления светлого и славного дня второго происшествия и народного твоего сына Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общий судьбе придет со славой воздать каждому по делам Его, да найдет он нас унижающими сонами на водах спущими, поднявшимися среди исполнения запроги Его, и готов не войти с Ним в радость и божественный черток славы Его, где не пристанны голоса торжествующих и невыразимой радости и ищих несказанную красоту лица Его, и в актере истинный свет просвещающий весны и Тебя воспевают все творения в веки вечные Аминь Тебя благослови Всевышний Бог Господь миростит творящего с нами всегда великие непостижения славные жизни ужасные дела которым нет числа подавшим нам сон для облегчения немощи нашей и для отдыха от трудов на воду ученой плоти мы благодарим Тебя за то, что не погубил нас беззаконник наших но проявил как обычно человеколюбие возбить нас лежащих нечувствий чтобы славословие держал Твою поэтому мы молим безмерную Твою благость просвети наши мысли и очи и ум наша тяжко восстановленности восстань открой наши уста исполни их хвалой о Тебе чтобы мы могли не только любим ответ и исповедовать Тебя во всем и от всех прославлянного Бога безначального Отца единородным Твоим Сыном и святым и благим и творящим Твоим Духом ныне и всегда и они переликов аминь воспеваю благодать Твою Владычица молю Тебя ум и исполни благодатью наставь меня и прямо к Тебю Крестову и Западе бодросто чтению крепет на не особо ныне связанного с святыми и грехов объявленными борьбами Твоими родившими инвестор ночью и днем сохраняя меня избавляет противоботствующих мне врагов Жизнодателя Бодрогивший оживи мне душу мою ослепшую просвети Владимир Черток Владыки храмом Духа Святого садил меня врача родившая у врачей души Мои многолетние страсти Волны вожипейске не будем по пути покаяния направь избавь меня от огня вечного и червя злого и картора чтобы мне повинному во многих грехах не оказаться на радость беса новым садила меня обрешавшего вознечувствуемых согрешений пренепорочных непричастных всех мук явления и владыку всех умолей достигнуть мне небесного веселья со всеми святыми сподобия пресвятая дева услышь голос непотребного рабатывания дай мне устроить слез при чистой души моей верно ощущающей стенами сердца приношу тебе кристально у сердца благословится молебную службу мою прими и Богу благоутробно принеси превышая всех ангел превышей земного состава садила меня святоносный покров небесный возожди духовную благодать во мне воздевает руки и уста для поклонения оскверненные скверные всенепорочные отраскивающих душу злых дел избавления креста усердно умоляю которому честь и поклонение подобает нынам всегда и вовеки и веков обид многомилостивые и всемилостивые бог наш господь Иисус Христос по своему любви сошел на землю и воплотился чтобы спасти всех и снова спаситель спаси меня благодатью твоей молю тебя ибо если по делам спасешь меня то это не будет благодать и даром но более делом и многих щедроток иные илеченные милости ибо ты сказал что верующий мне жив будет и не увидит смерть ибо веки и так если вера тебя спасает отчаявшийся то вера спаси мне ибо ты бог мой создатель вера вместо деда уменится мне боже мой потому что совершенно не найти дело правду но это вера будет превыше всего да ответит за меня да оправдатель причастником славы вечной и посидит меня за дом или похвалится слово что торг меня твоих рукоград но или хочу спаси меня или не хочу Христос мой спаситель поспеши скорее скорее погиб я ибо ты бог мой отчини во матери моей сподоби меня господи возлюбить тебя теперь тайн как он любил когда то свой тайн вред и чтобы снова потрудиться для тебя безвлением усердно как прежде потрудился с отоми окрещающим особенно же потружу для тебя господа и бога моего Иисуса Христа во все движения мы не всегда и веки и Бог Амин святой ангел поставлен хранить мою бедную душу и несчастную жизнь не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержание моё не дай возможности злому демону починить меня себе краблонами этого смертного тела возьми крепко несчастную опустившуюся руку мою людей на путь спасения о святой ангел Божий хранитель и покровитель бедной моей души и тела прости мне всё чем я оскорбил тебя во все дни моей жизни если я чем совершил прошедшую ночь защити меня в настоящий день и сохрани меня всякого искушения и радостного чтобы не против Бога никаким липком болезни меня Господу чтобы он убердел меня в страхе своем посадил меня рабом достойным своей денности пресвятая Владычица моя Богородица своими святыми и всесильными молитвами отгоняй от меня смиренного и несчастного раба твоего уныния забвения неразумия неродения я удалю все студентные лукавые хумные помыслы закаянного моего сердца и побрачен ума моего погаси пламя моих страстей ибо я убог и несчастье и избавля от многих пагубных воспоминаний и помыслов и освободи меня от всяких запьян ибо тебя благословляет все и чистое имя твое славится во веки вечное аминь господи иисусе христе боже наш примы от нас недостойных рабов твоих усердно сие моления и прости нам все согрешения наши помени всех врагов наших ненавидящих и обидящих нас и воздарим поделанных на великой твоей милости обрати их неверных правоверию благочесть и верных чтобы уклонялись наше всех и церковь твоей святой всесильной твоей крепостью от всякого злого обстояния милости от отечества наши от любых безбожников и от власти их освободить верных жаробов твоих всходя и пищами и неночи воперющих тебе многоболезненные буквы услышь многонилостивый боже наш и изведи из тени жизни подай мир и тишину любовь и утверждение и скорое определение людям твоим которых ты чистой твоей крови искупил но и отступившим от тебя и тебя не ищущим будь явным чтобы ни один из них не погиб но чтобы им всем спастись и в разум истинно пристили чтобы все согласно и непрестан любви прославляем пречес на имя твоего терпеливодушных и незлобливых господи во веки веков аминь молите бога на нас святые угодники божьи ибо мы усердно к вам пробегаем так скорым помощником молитвы командужах наших богородица делая радость и благодатная Мария Господь славных христиан и пристом твоим сохраняй твой народ исполни Господи Иисусе Христе Боже наш от века бывшей твоей милости и проявленной тобой сестрадания по которым ты очеловечился и изводил предпоспятие и смерть ранее спасения не поверю тебе ты воскрес из мертвых вознес на небеса и сидишь по праву и слава Бога Отца любовью склонившись к смиренную молитвам призывающих тебя в сердце планирую к твою услышь смиренную молитву о ее недостойном аромат твоего приносящего тебе ее как благо уханную духовную жертву за всех твоих людей прежде всего вспомни твою святую соборную апостольскую церковь в которой ты искупил свою драгоценную кровь утверди ее укрепи расширь величие отловения победимых для сел ага навеки сохранения утиши церковные разногласия в гости измеческие гонения в разокровении гереси быстро раскрой скорей и силой святого твоего духа мечтой во дворе российской стране мир и благочестие вложи сердца правителя мирные и добрые намерения для святой твоей церкви и народу твоего чтобы мы среди их завоза жили тихую и спокойную жизнь в истинной вере во всяком благочестности и чистоте спаси господи помилуй страну нашу российскую православных людей в россии и в отечестве находящихся брат и страной этой власти ее спаси господи помилуй лепископов православных братьев наших священников священно-монахов весь церковный притч который поставил власти словесного тоже стада по их молитвам спаси помилуй небрешного все господи помилуй от самого духовного и благотворения за святые его молитвы простимые согрешения и господи помилуй всех верующих святых покаяния и верующих родителей наших братьев сестер всех близких нам людей поплоти из рода нашего и друзей и даруй всем верующим то есть земле и небесной благо а не верующим все то что приведет их к покаянию спаси господи и помилуй старых юных хира грудок стоящихся в болезнях печали бедах скорбя тумица заточения особенно жаробом своих преследуемых и веру православную незнающими тебя безбойниками и текаями отступниками всех их вспомнить посетим и пир кеш и даруй им силуя твоей скорое облегчение освобождение избавления спаси господи посланных пословий путешествующих отцов и братьев наших всех православных истян спаси господи помил единобилищих и обижающих и нападающих на меня и не погуби их из-за меня грешного отступивших от православной веры святых погибельными ирецами просвети святом благопознания и проясни никого и святой соборной и апостольской церкви вспомни господи переселившийся из этой жизни благочестивых царей царей и бископов а также послуживших тебе в священческом монашском упокоив со святыми твоими вечными прицелениями вспомни господи души скончавшихся рабов твоих родителей всех родных поклонников прости всем согрешения если возможно вольные и невольные и дару им царство и участие в наслаждении вечными благами твоими бесконечных блаженными живыми вспомни господи всех скончавшихся с надеждой воскресения и жизни вечной на всех браках и сестер наших, и всех православных христиан, вселиться святыми твоими, своими туда, где сияет свет лица твоего, а нас, помилен как благой и человека любивый. Аминь. Даруй, Господи, прощение грехов всем прежде умершего, всем веру и надежду, и воскресение жизни вечного сам братьям и сестрам наших. Твори им вечное память. Боже, милости будь помилежным. Согласивши меня, Господи, и помилуй меня. Исчисла я совершил, Господи, помилуй, и прости меня, грешно. Слепися, слепися, и Новый Иерусалиме. Слава, мой Господи, на Тебе восемья, векой не веселись и сегодня, и защития, красавище Богородице, а восстань и рождества твоего. Слава, от Свои Сынаме, Святому Духу, имение и пресня, и во веки веков помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи, Иисусе Христе, Осенний Божий, моли, Патри, Патри, Чистой Тай Матери, Силу Честного Житворящего Креста, Святого Ангела Моего, Хранителя и Всех, Роди Святых, помилуй, спаси меня, грешно, как ты была, человека любви. Христос воскресе. Во истину воскресе. Во истину воскресе, Христос. Выйти воскресе. Так. Чего, Игнать, тихо ощущал, у вас сразу включить? Что-то никак не догадал. Да давайте без видео, а то поди вообще потом не подключиться, еще и ваш лучше. Ну, что сделать? Давайте так. Поклонно. Вам слышно меня? Конечно, слышно хорошо. Ну, а что же так? Это не видно-то. Это плохо, что не видно. Ну, ладно, если слышно. Мы начнем сегодня туда покаяние. Я не знал, что вам слышно. О покаянии я обещал начать сегодня беседу. Об этом будем говорить. Поклонно тоже сделаем. И сейчас лучше. Давай. Я ничего не могу сделать. Никиты-то нету. И два раза подключали, и глазок не подключает. Ладно. Тогда раз говоришь так, то так. Но в конце все равно потом меня надо ввести в скайп. Вот о покаянии. Без покаяния-то и молитвы Бог не принимает. Оставь дар твой. Вот условия, которые Бог ставит, это как раз мир. О мире говорит Господь Воскресший. О мире говорится при Рождестве. Слава Вышему Богу! На земле мир и в человеке благоволение. Мир на земле. Мир был нарушен, когда человек поверил больше, чем Богу. Змею. Неверующий Богу представляет его лживым. Просто не верю. Значит, ты понимаешь, что это я лгу? А речь-то идет о Боге. И теперь, входя в дом, говорите, мир вам! И Воскресший Христос дарует мир. Ради мира. Все остальное. И люди-то бьются. Почему? В войны идут, думают, вот я того сумею победить, установлю свою диктатуру, и все, и будет мир. Вот сделаем революцию, Майдан пройдет, и будет мир. Так не бывает. Кровь рождает кровь. От волка рождается волк. Мир возможен только с Богом. И поэтому, даже с женами, говорит, как обращайтесь, обращаться как? Не будьте слишком суровы, дабы не было препятствия в молитвах. Вот причина-то, не потому что она уйдет, или другие причины. Мира нету, молитвы нету. Примиритесь сначала, положи жертву, то есть жертва-то наша молитва, мы жертвуем время на это. И пойди прежде, или позвони сегодня, можно узнать. По скайпу закажи разговор. О покаянии. Настало время собирать камни. И Крестяство 3.5. Время покаяния за разрушение, за убийство, за вселенскую ложь. Это время покаяния. О покаянии говорят и пишут, и ставят кинокартины. Но если эти разговоры не приводят к Богу, то для чего и разговоры эти? Каяться нужно в первую очередь перед Богом, что забыли Бога, отреклись ходить по Его святым заповедям, что избрали лживых учителей, ласкающих слух. Вот лживые учителя, ласкающие слух. Это везде, ну абсолютно везде, но особенно это у сектантов. Вот приезжали тут адвентисты седьмого дня, на улице тут жара, продыхнуть невозможно, пыль стоит, асфальт, ужас. А он, ой, это Барнаул, такого города не видал. Вадим Бутов выступал. А такие люди, ну такую лесть, и всему здесь, такие люди, такие люди, а ему эти люди не нужны. Это сатана в ад затягивает. А вот человек поступает, если не так, то говорить и не говорить. У православных можешь не задавать даже, смотри за собой. Сразу Серафима припомнят, камушки кидать кверху, трудно, а вниз легко это обличать. Не надо обличать, никого не надо, покаяться, покаяться, непрерывно, ни о чем больше речи нет, о покаянии. А Библия это так не учит. Их же сясток 3,18. Если ты видел брата согрешающего, и что, не обличил его, то он погибнет, а кровь его я взыщу с тебя, ты мог его остановить. У православных нет этого, вообще нету. Эти стихи никто не знает даже. Откуда вы это взяли? Я называю их, это Иезекииле, Иезекииле, 3,18 и далее. Притом это неоднократно говорится. Тех учителей-мучителей нет уже, их лозунги сотлели. Построенное ими капище рухнули, ложь обнаружилась, и обнажилась пустота. Воистину, если вырвать из сознания людей Евангелие, то на месте будет зиять смертельная рана, которой не прикроешь никакими энциклопедиями трудов, материалистов, никакими семинариями Академии. Вот возьми семинарию, учатся 4 года Академии, теперь даже не знаю, может быть даже больше, и спроси, сколько времени там уделяется благовестию. Я стал говорить, никто не может ответить, да почти ничего нету. А если было бы, но хоть в одном-то застряло, нет этого. В чем же он уже каяться и перед кем? Как понимать слово покаяние, чтобы правильно совершить его, очистить, успокоить совесть, начать жить новой жизнью? Слово покаяние приводит человека к Богу, как блудного сына в дом отца. Напротив покаяния всегда стоит обвинение другого, самооправдание. А это жена, которую ты мне дал, а она? А Ева? А не сама она, а это змей меня прелестил. Ну, а змей уже не допрашивает Бог. Тот все знал, видел. Если нет правильного божественного покаяния, тогда семь злейших демонов заполняют все существо, страну и землю своим товаром, обвинением царя, церкви, священства, родителей, начальства друг друга. Эта трагедия произошла не только с Россией, это было уже в раю. К согрешившему Адаму в раю приходит Бог, ожидая покаяния нашего правца. Согрешивший Адам сокрылся между деревьями рая, то есть за теориями дарвиниизма, за сапизмами. Бог задает согрешившему вопрос, где ты? То есть, куда ты скрылся от лица моего? И на этом первом допросе роды человеческие дают ответ, каким потом семь с половиной тысяч лет пользовались. Семь с половиной тысяч лет, это от Адама до нас. И будут еще пользоваться все потомки, самооправдывающие себя. Это пять тысяч пятьсот восемь лет до Рождества Христова от Адама, от сотворения. Ну и тут две тысячи семнадцать. Вот, сейчас считай, семнадцать до восемь. Ну что получается? Двадцать три. Семь тысяч пятьсот двадцать три года. Виновата жена, если смотреть в корень, говорит Адам, то виноват ты, создатель, это из путанисти. Первый урок окончен. Допрошенная Ева, она ни слова не говорит о горе, сотворенном ею, но винит во всем демона. Свидетели не вызываются, и виновные от своих трактовок преступления не отказываются. Пять тысяч пятьсот восемь лет от Адама до Рождества Христова звучали призывы к покаянию. К покаянию перед Богом. Итак, покайтесь всем перед Господом Богом, отцов ваших, и исполните волю Его, и отлучите себя от народа в земле и от жены напременных. Первое езры, десять одиннадцать. В полный голос призыв к покаянию зазвучал из уст Иоанна Крестителя. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное!» Матфея 3, 2. Без признания своей вины человек не может и покаяться. Чтобы человек понял, кто он, в чем виновен, и в чем ему нужно каяться, нужна проповедь, разъяснение уснувшей совести людей того, кем они могли быть, и должны, и кем стали. Человек творение Божие, и живет не сам по себе, что хочу, то и творю, но жизнь дана от Творца, который спросит за все. За каждое в жизни мгновение, за каждый потерянный час, за мысли, слова и движения ответа потребуют с нас. «Христос не раз говорил, что Он пришел спасти, призвать к покаянию неправедников, но грешников». Лука 5, 32. «И апостолы пошли в мир, возвещая покаяние перед Богом». Деяние, 20 глава, 21 стих. Рецепт остался тот же самый для нас. «Что же нам делать ныне, впадшим в глубину бед и пороков, преступности и развала, крушения надежды, полыхающей злобы? Покайтесь и докрестятся каждый из вас своими Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Деяние, 2, 38. Необходимо искренне покаяться и сделать поворот, поворотиться, обратиться о злых дел к делам, достойным покаяния. В греческом языке пояснение дается. Именно покаяться означает обратиться, пойти в другом направлении. «Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела, а если не так, скоро приду к тебе и извиню сметельник твой с места его, если не покаешься». Откровение 2, 5. «Что мысли святые отцы православной церкви о покаянии?» Начало покаяния – осуждение грехов. «Осуди и ты свои грехи, и этого достаточно для Господа к твоему оправданию, потому что осудивший свои грехи не так скоро решится опять впасть в них. ты согрешил? Войди в церковь, покайся. Здесь врачебница, а не судилище. Здесь не истезуют, но дают прощение грехов». Бог никогда не отвергает искреннего раскаяния, но хотя бы кто дошел до самой крайней порочности, а потом решился возвратиться опять оттуда, на путь добродетели, чтобы привести все в прежнее состояние, потому что покаяние ценится не по продолжению времени, но по душевному расположению. Так для неневитян не было нужны во многих днях, чтобы загладить грех свой, но краткого дневного срока было достаточно для заглаживания беззакония их. И разбойник не в течение долгого времени достиг входа в рай, но во столько времени смыв все грехи всей жизни. Сколько употребляется его на произносение одного слова, получил еще прежде апостолов награду православия. Бог показал, как он прощает грехи. Согрешили некогда неневитяне и сделали то же, что и вы теперь делаете. Но посмотрим, что же спасло неневитян. На язвы свои они возложили пост и строгий пост, лежание на земле и одежды из вредища, пепел и слезы и вместе с этим переменили и образ жизни. Посмотрим же, какое из перечисленных лекарств уврачевало их. Что же это за лекарство? И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего. И пожалел Бог о бедстве, о котором сказал, что наведет на них и навел Иона 3.10. Не сказал, видел пост, вретище, пепел. Я говорю, это не с тем, чтобы отвергать пост. Нет. А для того, чтобы убедить вас сделать то, что лучше поста, тире, воздерживаться от всякого зла. Вот все впереди же прочитал. Это святой Иоанн Златоуст. Кавычки открыты. И блудница, приступившая ко Христу, в краткое мгновение времени смыл из себя весь позор. И когда иудеи негодовали, что Христос запустил ее к себе и дозволил ей такую смелость, то он заградил ему ста, а ее отпустил, просив ее все грехи и принял ее усердие. Почему так? Да потому, что она приступила с теплым расположением, с пламенной душой и горячей верой, и коснулась святых, священных ног его, распустив волосы, проливая из очей потоки слез и возливая мира. На это, на покаяние, не нужно много дней и годов, а нужно только благорасположение. И все исполнится в один день. Отстань от зла, полюби добродетель, прекрати порочную жизнь и обещай больше не поступать так. Этого достаточно будет для твоего оправдания. Я свидетельствую уверяю, что если каждый из нас, грешников, отстав от прежних грехов, даст искренний обет Богу не повторять их, то Бог ничего больше не требует для оправдания. Согрешил ты? Войди в церковь и загладь свой грех. Поплачь о грехе своем. Если плач Петра загладил столь великий грех отречения от Христа, то как тебе не загладить греха, если будешь плакать? Отречься от своего Господа было преступление немалое. Загладили грех слезы. Плачь и ты о грехе своем. Человеколюбивый Господь от тебя хочет не больше труда, а сам даст великое. От тебя ожидает повода, чтобы дать тебе сокровище спасения. Предложи слезы. Предложи. А Он даст тебе прощение. Принеси покаяние. И Он дарует тебе отпущение грехов. Святой Иоанн Златоуст. Откуда это взято? Том 2 страница 328, том 1 страница 89, 10 том страница 371, из 1 тома 542, 2 и 2 страница 328. Вот на этом мы сегодня остановимся. Что такое покаяние? Как правильно каяться? Вот это мы практически в начале покаяния. Что нам будет для этого необходимо? Вот сейчас я сделаю здесь закладочку. Ну и далее 100 поклонов. Вам не видно сегодня, мне жаль. После этого все равно, Сергей. Ну а может быть попробуешь, сейчас еще один раз дернешь. Давай. Давайте. Ну не долго, секунда же 15-20. Сережа, ты рано начало, я не успел переключиться. Тут прям 3 секунды, я уже... Хоть полминуты дай мне. Выключи. Давай. Вот так. Ну и идет, и все. Нет, ничего не получилось. Ладно. А то вот Никиты-то нету, и непонятно, почему оно не включается. Для меня это большой ущерб. Молимся. 100 поклонов. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе наш Бог и Его, Вавва, Отче. Свят, свят, свят Господь Саваов. Вся земля полна. Слава Его, Аллилуйя. Слава Вышнему Богу на земле мир, в человеках благоволение. Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за тот день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов. Аллилуйя. Пресвятая Госпожа Богородица, Пресно, Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими и сохрани наше сокровище книги здесь и в пути. Аллилуйя. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешнем. Добрый мой ангел, благодарю Тебя за прошедшую ночь, и столько лет Ты хранил душу мою, спасая от видимых и невидимых опасностей. Прошу Тебя, мой ангел, не покиня в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу мою по мытарствам, и введи ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Иоанн, Креститель, претеща Христов, моли Бога о нас. Мужчина с Господи жителей в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, и никогда не роптать, и никому не завидовать. И каждому дару Господи жилье и Сергею Гавриилу, святитель Христов Никола, мирликийский чудотворец, образ кротости и воздержания, добрый архипастер, моли Бога о нас. Спаси Господи, помил отца моего и духовного родителя, сегоднях облагодетель, митрополита Илариона, епископа Евтихи, Вениамина Гафангела, Диамида Тихона Антония, священны Рея Акима, Павла Геннадия, Сергия Сергея Васильевна, Михаила Наума, Кирилла Амбросия, Вадима Засимолита, епископа Максима, Сергия, Кирилла, Венедикта Франциска Корнея и Александра Деодора и весь священнический и иноческий чин. И дай нам еще священника, если угодно тебе. И высшие истинные служители твоих миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. Смири власти воинства и наведи страх твой на них и через дыст отвори, Господи, благоя церковь. Ты, Владимир и Дмитрий, Александр, Дональд, Рамзан, Петра, Александр и Радагена, Амана. И даруй мир Израилю, Россию, Украине, Сирии, где война идет. Приготовь землю сию к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю вселенную. Аллилуйя! Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Сохрани нас здесь вселение наше от пожара, воров, нечистой силы потопления. И труды, и грядущие, сохрани все, Господи, и живность их, и живущих там, Виктора, Андрея, Игоря, Игоря Серафима, Алексея, Иосифа, Романа, Владимира, Никиту. И почти добрые жители здесь, и сохрани школу. Аллилуйя! Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Виктор Сергея, Севастьяна, Людмилу Нину, Алектина, и расширь пределы общих. Спасибо и помилуй. Увозри на угрозы врагов и закрой их лживые уста. И в судный день не помяни их безумие, вразуми, дай им покаяние, и примири их с нами. Благодетели наших благослови, Благодай добром Елену, Евгения, Евгения, Наталья, Максима Владимирова. Аллилуйя! Посети болящие, дай силу все перенести им. Сергея, Алексея, Александра, Александра, Павина, Анна, Анна, Мария, Игоря, Антонина, Галерия, Акерина. Благодарю тебя, Господи, за здоровье и за болезни, за друзей и за врагов, ибо все свое время окажется на пользу по твоему благоволению. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые пророки Божии, пророк Илья, Елисей, Нох Моисей, Самуил, Аарон, Иоавель, Ноя и Осип, Патриархи, Ездра, Неемия, Мос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезеки, Илусия, Иаиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Данил, Отроки, Пророк, Михей, Авраам, Исаак, Иааков, Да исполнит Господь Духом пророческим Церковь свою, дабы день прихода Того нашего отшествия не застал нас не готовыми, но чтобы вышли навстречу Тебе, Господи, с горящими святеликами истинной веры и сосудами, полными или добрых дел, с отделанной Духи Святом с любовью, Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Молите Бога на святые ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, все небесные силы, престолы Божьей, предстоящие апостолы, Петр и Павел, евангелисты, Матфей, Марк, Лука и Иоанн, Господи, избавляй от пьянца Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра и Игоря. Это наше сокровище, сайт и форум, все, что здесь есть. Сохрани для пользы многих людей и трудящийся на них. Благослови Игоря, Игорь Тебе. Обрати Тимофея, Тимофея, Мартина, благослови Максима, обрати Германа, Александра и нас помилуй, милости Твоей, и я ради. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы. Игнатий Богоносец, Поликарм, Смирский, Устин, Философ, Космай, Дамиан, Андрей, Стратилат и Иерон, Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимник, Медийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, Сорок святых мучеников, Царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир Винамин, Иосиф Борис и Глеб. Молите Бога о нас, да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертания зверя. Анфима, Вениамину, дай веру, Старшие родители и заложенные воспитания. Аллилуйя! Василий Великий, Григорий Богослов и Андро Таусов, Афанасий Великий, Прямсирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио, Сергий, Радониский, Стефан, Пермский, Серафим, Саровский, Ян Тобольский, Анкранштадский, Аншанхайский, Терилл, Микодий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Филарет и все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас, Засохранить нас Господь в святой православной вере, А замысл еретиков разруши в ничто преврати. Аллилуйя! Молите Бога о нас, Святые жены и девы, Фекла первомущенца, Фатина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матер София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетую, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Магдалина, Мария, Египетская прескила Атилла, Андроник и Юник и Прияна Устина, Молите Бога о нас, Задарует Господь послушание и молчание, Соломудрия и следливой женам и девам, И сохрани их от всяческого поругания, Аллилуйя! Ибо нет иного Бога, кроме Тебя, Найди все наше родство, Идокия, Валентина, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну, Путешествующих, Раиса, Двадцатутников, Николая, Михаила, Всех их найди, Бесправь не покориваясь, Галину, Семейство Евгения, Надежда, 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 Светлану, Марию, Раиса, Марину, Юлию, Галину, Людмилу, Иоанну, И прими нашу молитву, Воздеяние рук, Как жертву вечернюю, Благоухание, Приятное перед престолом, Благодати Твоей, Божия, И соедини Нашу молитву С молитвами всех святых, Молящихся Тебе на небе, Услыши, Божий, Исполни молитву всех, Молящихся о нас, Во благо нам, И прими нашу молитву О всех заповедавших нам, Молиться о них, Спаси их, Господи, И помилуй, Аллилуйя, Говори, Господи, Владыка, Слушает и дослышит Раб Твой, Христос воскрес, Так, Сергей, Все, отключай меня, Так, Украина, Не получили еще книги-то? Сергей, Не получили еще? Нет? Я спрашиваю, Книги не дошли еще? Не слышно вам? Ну ладно, Сергей, Отключай полностью, Все. Микрофон, наверное, Игнатий Тихонович, Это роман беспокоит. Так, что хотели? Тоже по поводу книг Выписать, Сначала, наверное, Три книги, Три Евангелия. Ну, я о вас не говорю, В моем мире кому надо запишите, Так не делается. Хорошо. Я напишу там, куда, Что перевести деньги. На Украину там вот послали, Вот я и спрашивал Сергея Игната, А получил или нет книги? Хорошо. Нет, не получилось. Не получил, Но они долго идут. Украина, интересно, У них пошлина, Сбор такой самый большой. Почти как, Ну, В Америку почти посылаешь. Интересно. А которые ближе, Белоруссия рядом, Намного меньше за пересылку. Все, пока, Отключайтесь. Ну, раз не работает, То еще спрашивать. Спасибо, Христо. Субтитры сделал DimaTorzok.